Микс Ньюс. Ученые бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернется. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа Климат-контроль. И вот в нашей студии по скайпу, по связи через интернет. Ученый, журналист, морской геолог Константин Рангс. Добрый день, Константин. Добрый день, добрый день. Ну и, конечно, вот как мы слышим тут и от господина Аберикса из Европы, то, что боятся, боятся все очень сильно. Какие-то проблемы действительно сейчас испытывает Швеция, которая вроде бы выбрала либеральную схему вот такой тактики борьбы с коронавирусом. В Бразилии, которая сейчас вырвалась на второе вот печальное место по количеству заболевших. Именно из-за того, что она тоже игнорировала и продолжает, по-моему, игнорировать до сих пор заболевания. И вот пытается как-то идти своим путем. Вот насколько действительно готовы ли мы к каким-то новым виткам? Потому что и у нас сейчас правительство говорит о том, что в случае, если вдруг ситуация будет ухудшаться, то тогда чрезвычайная ситуация будет, ну вот ее 9 июня должны отменить, но в любой момент ее могут вновь объявить. И эта процедура даже будет упрощена для того, чтобы можно было быстрее реагировать. Готовы ли мы? Тут можно сказать, что вообще практика показывает, что по мере движения от рекомендаций специалистов, ну, например, тех же самых вирусологов, медиков, если мы про ковид говорим, да, до людей, принимающих политические решения, это депутаты правительства и в разных странах, это, допустим, президент, да, вот, то потихонечку меняются акценты. Для специалиста, например, вирусолога, у него появляются какие-то совершенно конкретные, конкретные рекомендации. Он эти рекомендации передает дальше. Но дело все в том, что передает он их не другому вирусологу, он их передает уже, условно говоря, представителям министерства. Это все собирается, все вместе, а туда же приходят данные и другие совершенно. И так потихонечку сначала, условно говоря, к проблеме здравоохранения подключаются проблемы экономики, условно говоря, кто будет за все это дело платить. А потом уже появляются и политические соображения. Мы все это прекрасно видим. И мне самому пришлось столкнуться с такой ситуацией 25 лет назад, даже больше. Это связано с печально известным нефтегорским землетрясением на острове Сахалин. Я тогда как раз работал в группе, на нашем отделе работал, который занимался изучением последствий возможного землетрясения. То есть, говоря простым языком, мы хотели понять, когда землетрясение будет и к каким последствиям может привести. И вот что самое интересное, вот в руках у меня, если кто-то смотрит по интернету, вот есть вот такая довольно толстый сборник статей, материалов, в котором говорилось о том, что землетрясение высокой мощности будет, будет оно на северной части Сахалина, и в том числе вот мой раздел был, касался того, что, ну говоря простым языком, земля превратится в плывуны. И все, что там большое, хрупкое стоит, просто будет разрушено. Но что самое интересное, эта информация пошла по инстанциям вверх, в Москву, и там пропала. Спустя пять лет после выхода этого издания, после этого отчета, произошло 28 мая 1995 года землетрясение, погибло 2040 человек из 3200. 700 человек было покалечено. И вот дальше возник вопрос, собственно говоря, а почему власти не предприняли этого решения, чтобы что-то вот конкретно сделать? Собственно говоря, погибли люди, которые находились в пятиэтажных домах. Они все рухнули. А те, кто жил в избах и бараках, те все целы, здоровы, потому что те бараки, дома не развалили. Казалось бы, было пять лет на то, чтобы как-то людей расселить и все прочее. Но именно тогда, вот уже после этого, когда я стал журналистом, я столкнулся с очень простой вещью. Человек, который сидит в кресле чиновника на определенном уровне, он начинает принимать решения не только на основе той информации, которую ему передал, так скажем, тот или иной специалист, а в той еще информации, которая в него сверху спускается. И вот это столкновение требований приводит к тому, что начинают появляться те или иные измененные решения. То есть, условно говоря, если переходить от прошлого к сегодняшнему, ведь решения о, допустим, тех или иных действиях по случаю вот этого ковида, они наверху в очень большой степени связаны не только с вирусом и с самой заболеванием, но и с политикой. Ну, например, простейшая вещь. Помните, когда еще, по-моему, в марте месяце Россия отправила, и Китай отправили, и, кстати, Куба тоже, отправили помощь в Европу. И тут же появились политики, вот как раз, по-моему, я помню, в Эстонии говорили, что вот если, например, Россия нам предложит помощь, то мы должны от нее отказаться. И Китай. То есть, тут уже эти вопросы уже не о лечении, да, и не о борьбе с этим, а о политической целесообразности тех или иных действий. Естественно, политика, как мы говорили раньше, очень часто это тесно связана с экономикой. Таким образом, понятное дело, что экономическая ситуация тоже очень сильно влияет на принятие политических решений. Обратите внимание, что ведь еще две недели тому назад практически все говорили о том, я имею в виду лидера Евросоюза, что открытие, так скажем, границ – это дело, в общем-то, далекого будущего, потому что сама по себе вирус не побежден. Просто как бы удалось перехватить острую фазу, но он все равно бродит среди людей. Вот сейчас вот последнее было сообщение, ну, проверили там 1400 человек, у четырех нашли. Но дело все в том, что их находят постоянно, значит, он бродит среди нас. И если мы будем вести себя неправильно, то он опять начнет активно передаваться, и количество зараженных может резко увеличиться. Об этом тоже начали говорить. Но, тем не менее, как-то неожиданно, быстро везде начали принимать решение, что нужно срочно снимать карантин. И вот сейчас утром идут новости по Евроньюз о том, что все, Европа выходит из карантина. Как в массовом порыве, да, все хорошо. Но, с другой стороны, напоминают о том, что все это может очень быстро вернуться. Типа того, что вот сейчас радуемся, а что будем делать через неделю, еще как бы неизвестно. И вот это опять-таки становится понятно, что это решение политическое. То есть нужно, связанное с экономикой, нужно как-то удержать экономику на плаву. Опять же, нужно думать о том, что в разных странах по-разному относятся к тем или иным политическим решениям. Сошлись, опять же, на тот же Евроюз, который сегодня, рекомендую посмотреть, опубликует данные опросов трех стран. Франция, Италия и Германия. О том, что так по-разному жители этих стран относятся к вопросам даже вот этой самой обыкновенной коммуникации между собой. То есть, условно говоря, можно предположить уже ясно, что, например, для немцев сохранять дистанцию это вполне нормально. А вот для французов, и тем более итальянцев, это мучительно трудно. То есть можно сказать, что те же самые французы и итальянцы, они просто-напросто находятся в жесткой такой фрустрации от того, что их естественные манеры все время сжимаются. И вот они от того хотят избавиться. У меня есть коллеги, которые живут и во Франции, работают и в Италии, и они говорят, что это ужасно совершенно жить на расстоянии друг от друга. Но я могу сказать, что с другой стороны, те коллеги, которые живут в той же самой Финляндии или в той же самой Швеции, они как-то спокойно к этому относятся. Но опять же, Финны критикуют шведов за то, что шведы понадеялись на то, что они могут сами решать, как правильно жить и как правильно лохнуть, вести себя в условиях этого самого ковида. Финны же не стали надеяться на то, что все будут вести себя согласно устоявшимся традициям, которые, кстати, здорово развиваются в наше время, становятся более интернациональными и все-таки принимали определенные решения, близкие, как у нас. Тем не менее, у них заболеваемость и смертность повыше, чем у нас, даже относительно населения, разницы в населении. То есть я что хочу сказать, что совершенно неудивительно, что разные политики в разных странах, они же, естественно, связаны с населением и с настроениями населения. Вот тут получается следующая вещь, что политик, с одной стороны, в демократических странах, он как бы ведет население, а с другой стороны, он следует за публикой. Ну, это странная ситуация, как если бы капитан пиратского корабля, с одной стороны, вот он главарь банды, а с другой стороны, его выбирают. То есть, с одной стороны, он должен вести, принимать, может быть, непопулярные решения, но с другой стороны, вот он рискует, что его тогда не переизберут. Ну, это так оно и было. То, в общем-то, если не у всех пиратов, то в Карибском море так оно и было. Мне в свое время повезло пообщаться с этим историком, специалистом, который очень занимался этим делом еще до пиратов Карибского моря, появления этой знаменитой франшизы. Так там была очень интересная тема, ведь известно, что у пиратов как раз существовало договор, и пираты, как неинтересно, был бандит, они первыми стали разрабатывать систему социального страхования, ну, в известной мере, конечно. Смысл был следующий, что каждый, кто подписывался перед походом, вот когда они собирались сделать акцию, то матрос либо креалистик ставил, либо подписывался в том, что он соглашается на долю добычи, он соглашается на долю добычи, которую получит капитан, командир абордажной команды, там все остальные офицеры, но еще что любопытно, что оговаривалось, какую он страховку получит, за отрубленную руку, за потерянную ногу, за потерянное зрение и так далее. И это все соблюдалось. И что называется, кресятничание, то есть воровство у своих, оно оказывалось только одним способом. Но такие случаи были достаточно редки, это люди были глупые, потому что в нормальном соблюдении этих инструкций, человек, вот как, например, Сильвер, да, вот этот одноногий, он же не просто так сошел с судна, он еще в любом случае, даже если продолжал свою службу на пиратском судне, он получил бы страховые деньги за свою потерянную ногу. Да и слепой Пью тоже бы получил. То есть система, она, так скажем, не вчерашняя, не вчера появилась, не сто лет назад, а гораздо раньше. Но вопрос-то, как раз я понимаю в другом, что вопрос-то в том, что политики, допустим, в условиях чрезвычайной ситуации, должны видеть, видеть, смотреть дальше, за горизонт, чем это может реально видеть человек, который занят обыкновенными житейскими делами. Ну не может нормальный, обыкновенный человек, который, условно говоря, разрабатывает компьютеры, ухаживает за детьми или там престарелыми в больнице, врач, который лечит, он, например, не может заниматься вопросами, например, изменения климата или устойчивости сооружений, ну, чем угодно, и обратно. Каждый занимается своим делом, должен быть специалистом в своем деле. Во всем остальном он знает так, ну, в пределах своих общих, своих интересов. Но как раз и место власти — это собрать мнение специалистов. И вот когда они собирают мнение специалистов, вот тогда вот они получают большую, как скажем, полноту информации и видят дальше, чем это может выделить мгновенный обыватель. А если политики сидят и думают о том, а что про нас скажут наши эти обиватели, избиратели, и извините меня, а вдруг они за нас не проголосуют, то в таком случае получится, что политик идет за настроением, не побоюсь этого слова, толпы. Вот что сформировалось в обществе тем или иным способом, вот они и говорят, вот дайте публике то, что он хочет. Это то, что она хочет. Кстати, есть очень хорошая американская фраза о том, что высший уровень менеджмента или рекламы — это заставить публику хотеть то, что вам нужно. Но это как Форд говорил, что если бы я слушал свои, ну вот что хочет мой покупатель, он бы хотел просто лошадей побыстрее. Да, согласен. Очень интересно. Но вот как раз это тот же самый случай, что людям нужно что-то предлагать, и для этого нужно, что называется, иметь волю. А сейчас мне иногда кажется, что очень многие люди, которые занимаются политикой, их парализует история, которая случилась с принцентом Чертилем, человека, который выиграл для Британии, для Британии выиграл Вторую мировую войну, и которого на выборах летом 1945 года прокатили избиратели, выбрав Эшли, который, собственно говоря, не имел таких талантов. Но, как многие объясняют, это, кстати, очень сильно удивило и Трумэна, и Сталина, вот этот выбор британского народа. Но что самое интересное? Самое интересное то, что вот этот вот казус Черчилля, он стал постоянно как бы описываться, что народ-то, конечно, готов к началу, так скажем, следовать политике крови, пота и слез, как-то Черчилль говорил. Но потом он этого человека не выберет снова. То есть, если у политика, скажем, на первом месте стоит, чтобы его всеми избирали, то есть, если он хочет все время пребывать на вершине власти, то, естественно, ему самый простой вариант все время поддакивать настроением общества. Если же политик хочет идти каким-то генеральным курсом, он должен понимать, что его могут просто-напросто не выбрать. Мне кажется, это тоже одна из причин, так скажем, разного подхода в разных странах. Тот же самый Бальсонару в Бразилии, конечно, человек одиозная персона, но он свято верит в свою идею. Идея антикоммунизма, капитализма в чистейшей форме, еще такой, можно сказать, марксовой. Вот ему это представляется крайне важным, и он, что называется, держит свою линию, гнет, несмотря на то, что огромные массы населения уже в пане. И он, очевидно, понимает, что в случае выбора его переизберут, но он вот человек со своей миссией. Посмотрите Трампу, последнее его постановление, когда он пошел крестовым походом против социальных сетей. С одной стороны, одни же считают, что это наступление на свободу слова, а с другой стороны, есть как раз его сторонники, сторонники его позиции, считают, что как раз социальные сети превратились в мощнейший фактор цензуры, и они как раз убивают свободу слова. Потому что получается интересная ситуация. Владелец социальной сети, частного предприятия, может поставить алгоритмы, невидимые снаружи, которые будут отсевать те или иные темы, нормально их никуда не стирают, их просто уходят куда-то в бесконечную глубину информационного потока. Мы же прекрасно знаем, что читаются только заголовки и те, которые наберут. И Трамп выступает против того, чтобы отдельные люди получали возможность технологическую менять общественное мнение. То есть, вот эта история, сейчас коронавирус обостряет все вот эти конфликты, которые существовали и раньше. В Астане просто должен был быть какое-то время, когда всё вылезло наружу, вылезло на поверхность. Поэтому, я думаю, что мы сейчас как раз в ближайшее время увидим совершеннейшие чудеса. Ну, вот, например, сегодня была действительно новость, я сейчас боюсь сказать, в какой стране, но фермеры готовятся к забастовкам и вообще к антиправительственным акциям в случае, если не откроются границы и не будет гастарбайтеров, которые должны помочь им убрать урожай. То есть, они объясняют, что да, там всё понятно, коронавирус, коронавирусом, угроза, но кто будет убирать урожай, он просто у нас сгниёт на полях, и мы потеряем огромные деньги, потому что всё, что мы вырастили, придётся, ну, условно говоря, скармливать свиньям. И сейчас вот я понимаю, что у политиков действительно, ну, такой момент истины, они должны принять какое-то решение, открывать эти границы или нет, потому что если границы откроются, и это приведёт в вспышки новому витку заболевания, опять они будут виноваты. Если они не откроют границы, на них ополчатся фермеры. Да, а если вот они сделают то или другое, то на них ополчатся вот эти могучие диванные войска из социальных сетей, которые шутки шутками, но они будут создавать тоже вот это пресловутое общественное мнение. А поскольку разобраться в фейках, особенно грамотно сделанных, практически крайне трудно, ведь зачастую кроме фейков, когда называют чёрное, что это белое, это можно проверить или там, то ведь существует ещё полуправда. Ведь можно же, мы прекрасно понимаем, что можно создать заголовки или выделить то или иное направление. Вот как, например, с этими же самыми, соглашусь с этими же самыми гастарбайтерами. Ведь, собственно говоря, ведь в России и в Германии, как я помню, и в Ладвии тоже, говорили местным своим жителям, фермеры, приходите к нам работать на поле. Мы что, видим очереди желающих к фермерам прийти работать на поле? Потому что где можно взять желающих работать? В городах. А в городах люди уже не умеют работать, так как нужно работать на поле. И вот возникает проблема. А те, которые гастарбайтеры, это те люди, которые ещё могут, что называется, работать, не разгибая спины. Потому что они находятся в гораздо худшей ситуации. Но самое интересное, что голосуют как раз горожане, в том числе против того, чтобы приезжали гастарбайтеры. Вот она возникает, такая вещь. И политик, вот посмотрите, позиция политика современного, так скажем, условной власти, она, как раньше говорили, хуже губернаторского. Потому что, собственно говоря, и так сделать плохо, и так сделать плохо. И для очень многих людей всё выражается о том, как бы поступить, чтобы, собственно говоря, не получить по шапку. Или не вылететь с мерзко. Потому что, собственно говоря, тот же самый политик каких-то конкретных этих самых навыков не имеет. Поэтому вылететь ему в отставку, это, в общем-то, тоже очень плохо. Что делать в этой ситуации сейчас очень трудно. То есть, эта ситуация, вот именно, когда любое какое-то движение, решение, оно сопровождается целой кучей новых добавляемых проблем. Цуцванг, по-моему, да, в шахматах это называется, когда каждый ход ухудшает ситуацию. Да, и самое главное, всё это ухудшает состояние неопределённости. Потому что, например, если, ну, конечно, тяжело говорить, что какая зараза лучше, хуже, но, например, если в случае с гриппом, который изучается давно, так скажем, плодотворно, то там как-то более-менее можно себе представлять, с чем столкнулись и предугадать дальнейшие дни. А с этим коронавирусом, вы посмотрите, сейчас в интернете очень легко можно отметить, какие были статьи про него в феврале. В марте уже пошло совершенно другое. Помните, ведь было, нетрудно вспомнить, что в своё время чуть ли не главным инструментом, вообще спасителем, был аппарат искусственной вентиляции лёгких. Да. Всё говорили только про эти аппараты, есть в стране, сколько ИВЛ, сколько нету, даже люди покупали себе там за 20 или сколько он, 30 тысяч евро стоим, да, аппараты хорошие, ну, обеспеченные люди покупали, делали себе палатки кислородные, везде можно было купить концентраторы кислорода, и да их в Латвии раскупили как пирожки, а хотел, я интересовался, сколько это стоит удовольствия, да, ну так, что интересоваться, ну, они там от 600 до 600 евро, да, мне было просто интересно для статьи. Так я на первый же ответ был следующий, да вы что, их всех раскупили. Вот. И это же говорили о том, что и спрашивают вот про эти системы вентиляции. А в апреле как-то вдруг эта вся история с искусственной вентиляцией легких стала снижаться, появились разговоры про лечебные свойства хины, ну, всех этих вот аппаратов, которые используются против малярии. И Трамп, очень, так скажем, с большой надеждой, да и при чем здесь только Крамп, практически везде говорили, вот оно, вот оно, хина нас спасет. Ну что, а уже во второй половине апреля появились сообщения о том, что, собственно говоря, тут уже ИВЛы, это, как говорится, это не спасение, потому что нужно разбираться с тем, что происходит с тромбозом, то есть кровь становится у этих болезней просто-напросто с будним каким-то, и по этой причине она не в состоянии переносить кислород, следовательно, нужно полоть препараты, которые эту кровь разжижают. И в мае уже сейчас стали писать о том, что терапия стала меняться. Появляются новые препараты. Я не специалист, врач, мои слова, это вот именно мнение, как скажем, вот именно обывателя, да, который смотрит за всем этим делом. Просто по привычке журналиста и до этого исследователя я так иногда записываю, смотрю и думаю, так, вы на лицо, на лицо процесс познания этого вируса и этой болезни. И поэтому сейчас нету человека, который может прийти условно как к президенту, к премьерам, ну, куда угодно, к главе Еврокомиссии и сказать, вот я знаю, что эта болезнь будет развиваться так. Потому что никто этого еще не знает, как это все будет развиваться и во что это все выльется в конечном итоге. Каждый говорит о чем-то на том уровне, которым он знает сегодня. И поэтому один и тот же телевизионный доктор в феврале говорит одно, в марте другое, в апреле третье, сейчас четвертое. Но это не потому, что он такой, этот самый балабо, а потому что он говорит на основании того, что известно на данный момент. Вот тогда, когда он перестанет менять свои мнения, по всему миру это одна и та же вещь. Вот можно будет сказать, что уже да, установилось какое-то представление о том, что делать. А сейчас эти властные, власть придержащие, они получали мнение одно в марте и все говорили закупайте. Закупили. Я так думаю, что дофига сейчас в мире есть этих аппаратов искусственной вентиляции легких. Особенно в развитых странах. Но сейчас я абсолютно не исключаю, что появятся какие-то новые аппараты, вполне возможно, которые будут решать эту же задачу поддержания жизни и лечения человека, но уже на каком-то более новом уровне. И их тоже потребуется, нужно делать. Все лекарства испытываются, что у нас хина была, теперь вот антикорабулянты, а тут еще какие-то новые появятся. Поэтому, когда ты движешься вперед в тумане, то очень трудно. Ты либо должен двигаться очень медленно, но тебя сзади подпирают. Извините меня, людям мало того, что надоело дома сидеть, мы еще едем. Проще говоря, жрать нечем. Нет у них никаких запасов таких долгоиграющих. Деньги-то кончаются. Вы помните, как несколько лет назад говорили, дифирамбы пели идеи самозанятости. Как это замечательно. Ты самозанят. Ты свободен. Никто тебе не начальник. Вот прямо, знаете, я это пережил в 2004 году еще, там, в Финляндии. И вот тебя уговаривают, и как это все просто, как это хорошо. Платишь, а потом сам налоги сколько нужно, сколько нужно. Это повторяется везде. Поют работодатели как сирены, соблазняя работников перейти. Господи, у меня коллегу уговаривали делаться самозанятым, его профессия уборщик. Представляете себе? Я фрилансер уборщик. Здорово звучит. А потом выясняется вещь, когда он заболел, кто ему будет платить больничный? Когда он вступает в отпуск, он не получит ничего, то есть он должен в течение всего года откладывать деньги на свой отбор. И что мы сейчас видим? По-моему, вчера были эти материалы, когда говорили о том, что люди, которые работают у нас в Латвии здесь, самозанятые, которые сидят на гонорарах, эти люди лишаются даже минимального пособия. И вот эти люди, которые... Это же избиратели. И что эти люди в ближайшие выборы, как они будут относиться? Но да, в босс не помрут. Добрые люди не дадут, родственники там что-то, может, они еще заработают, но к следующим выборам они будут очень обозлены. Это же нужно тоже понимать. И во многих странах как раз прекрасно смотрят вперед о том, что если этих людей не удержать в каких-то нормальных рамках нормальных реакций, как считается, то через некоторое время появится группа людей, которые будут относиться ко всем решениям власти крайне негативно. И голосовать они будут. И в первую очередь они могут пойти голосовать за тех, кто предложит простые, понятные и четкие способы решения всех проблем. Чему это приводит, мы уже знаем. весь вопрос кто с какими идеями к ним так вот обратиться. Вот она какая проблема. То есть как бы начинаешь говорить о природных катастрофах типа коронавирусы, изменения климата, вот сейчас ожидают жаркого лета. Жаркое лето, уже где-то соронча появляется, еще что-то там, и вот как вы говорите, Олег, а тут еще и некому работать на уже эту тему поднимали. Но самое смешное, что она же развивается вот именно в том же самом направлении. С одной стороны ожидаются засухи и потери на полях, а успеть собрать некому. Сейчас вот передаю вот, Венгрия открыла границы с Сербией. То есть это первая страна Евросоюза, которая по сути дела открыла Шенген. Хотя формально Шенген открывать можно только по решению Брюсселя, общему решению, но Венгрия приоткрыла щелочек, в том числе потому что нужно работать. Сербы постоянно ездили работать на полях Венгрии. Вот они сделали маленькую щелочку по документам, легально там все с оформлением, но это просто свидетельствует о том, что есть конкретные потребности и есть люди, которые заинтересованы в этой рабочей силе, но обязательно есть и те, кто тут же сейчас начнут говорить о том, что все наши скрепы устой рушатся и у нас в осаде, в обороне образовалась брешь. Поэтому я могу, у меня такое нехорошее ощущение, что впереди нас в июне месяце ждет какая-то каша и возможных ярких событий и совершенно новых разных лозунгов, которые мы будем видеть буквально еженедельно. Ну, ждать осталось совсем немного и время покажет, а между тем время нашей программы подошло к концу. Константин Рангс, ученый, журналист и морской геолог сегодня был с нами на связи. Спасибо большое, Константин и до новых встреч!